Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Сегодня урок о геометрии проведу я, учитель гимназии 9 города Черкеска Виктория Ибрагимовна. Сегодня на уроке мы разберём с вами тему «Правильные многогранники». Содержание нашего урока – это симметрия в пространстве, правильные многогранники, элементы симметрии правильных многогранников. В планиметрии мы рассматривали фигуры симметричные относительно точки и относительно прямой. В стереометрии рассматривают симметрию относительно точки, прямой и плоскости. В симметрии относительно точки, точки А и А1 называются симметричными относительно точки О, которая является центром симметрии. Если О – середина отрезка АА1, точка О считается симметричной самой себе. В симметрии относительно прямой точки А и А1 называются симметричными относительно прямой А, если прямая А проходит через середину отрезка АА1 и перпендикулярно к этому отрезку. Каждая точка прямой А считается симметричной самой себе. В симметрии относительно плоскости точка А и А1 называются симметричными относительно плоскости альфа, которая является плоскостью симметрии, если плоскость проходит через середину отрезка АА1 и перпендикулярно к этому отрезку. Каждая точка плоскости альфа считается симметричной самой себе. Точка называется центром симметрии, если каждая точка фигуры симметрична относительно нее некоторой точки той же фигуры. Прямая называется осью симметрии, если каждая точка фигуры симметрична относительно нее некоторой точки той же фигуры. Плоскость называется плоскостью симметрии, если каждая точка фигуры симметрична относительно нее некоторой точки той же фигуры. Фигура может иметь один или несколько центров симметрии, оси симметрии, плоскости симметрии, как в данном случае у нас прямоугольный параллелепипед. Симметрии мы часто встречаемся в архитектуре. Почти все кристаллы, встречающиеся в природе, имеют ось или плоскость симметрии. В геометрии центр оси и плоскости симметрии многогранника называются элементами симметрии этого многогранника. Итак, перейдем к определению правильного многогранника. Многогранник называется правильным, если, во-первых, он выпуклый, во-вторых, все его грани равны друг другу правильные многоугольники, в-третьих, в каждой его вершине сходится одинаковое число ребер, и, в-четвертых, все его двугранные углы равны. Возникает вопрос, сколько существует правильных многогранников? На первый взгляд, ответ на этот вопрос очень простой. Столько же, сколько существует правильных многоугольников. Однако это не так. В началах Евклида мы находим строгое доказательство того, что существует только пять правильных многоугольников. Ни больше, ни меньше. А их гранями могут быть только три типа правильных многоугольников. Треугольники, квадраты и пентагоны. И заметим, что при одной вершине сходится n плоских углов. Но чтобы образовался многогранный угол, сумма их градусных мер должна быть меньше трехсот шестидесяти градусов. Заметим, что при одной вершине сходится n плоских углов. Но чтобы образовался многогранный угол, сумма их градусных мер должна быть меньше трехсот шестидесяти градусов. Итак, существует пять различных видов правильных многогранников. Тетраэдр, тагиксаэдр, и косаэдр, октаэдр, додекаэдр. Название правильного многогранника определяется количеством грани. Названия правильных многогранников пришли из Древней Греции. И в них указывается число грани. Эдра в переводе грань. Тетра четыре, гекса шесть, окта восемь, так, и коса двадцать и додека двенадцать. Итак, выпуклый многогранник называется правильным, если его грани равные правильные многоугольники. И в каждой вершине сходится равное число рёбер. Эйлером была выведена формула, связывающая число вершин, грани и рёбер любого выпуклого многогранника. Простым соотношением. В каждом правильном многограннике сумма числа и вершин равна числу рёбер, увеличенному на два. Рассмотрим с вами по отдельности каждый многогранник. Правильный тетраэдр составлен из четырёх равносторонних треугольников. И в каждой вершине сходятся три ребра. Четыре грани, четыре вершины и шесть ребер. Давайте проверим теорему Эйлера. Четыре грани плюс четыре вершины – восемь, отнимаем шесть, получается два. Сумма плоских углов при каждой вершине – шестьдесят, 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 сто восемьдесят. Меньше трёхсот шестидесяти. Мы различаем правильный тетраэдр и правильную пирамиду. В отличие от правильного тетраэдра, все ребра которого равны – все. В правильной треугольной пирамиде боковые ребра равны друг другу, но они могут быть не равны ребрам основания пирамиды. Элементы симметрии тетраэдра. Правильный тетраэдр не имеет центра симметрии. Оси симметрии – три. Плоскости симметрии – шесть. Прямая, проходящая через середины двух противоположных ребер, является его осью симметрии. Плоскость, проходящая через ребро, перпендикулярно к противоположному ребру, осью симметрии. Куб или гексайдр. Куб составлен из шести квадратов. Каждая вершина куба является вершиной трёх квадратов. Следовательно, сумма плоских углов при каждой вершине равна 270 градусам. Девяносто, девяносто, девяносто. Шесть грани, восемь вершин и двенадцать ребер. Проверяем теорему Эйлера. Шесть и восемь – четырнадцать, отнимаем двенадцать, получается два. Элементы симметрии куба. Куб имеет только один центр симметрии, точку пересечения его диагонали. Осей симметрии – девять. Куб имеет девять плоскостей симметрии. Следующий многоугольник – правильный октаэдр. Составлен из восьми равносторонних треугольников. Каждая вершина октаэдра является вершиной четырёх треугольников. Раз, два, три, четыре. Один угол при вершине 60, так как равносторонние треугольники, их четыре, умножаем на 4, получается 240. 240 меньше, чем 360. Октаэдр имеет восемь грани, шесть вершин и двенадцать ребер. Проверяем теорему Эйлера. Восемь и шесть – четырнадцать, четырнадцать минус двенадцать – два. Правильный октаэдр. Составлен из двадцати равносторонних треугольников. Каждая вершина октаэдра является вершиной пяти правильных треугольников. Следовательно, сумма плоских углов – шестьдесят умноженное на пять, триста градусов. Меньше, чем триста шестьдесят градусов. И косаэдр имеет двадцать граней, двенадцать вершин и тридцать ребер. Проверяем. Двадцать плюс двенадцать – тридцать два. Отнимаем. Тридцать получается два. Правильный дедекаэдр. Составлен из двенадцати правильных пятиугольников. Каждая вершина дедекаэдра является вершиной трех правильных пятиугольников. Следовательно, посчитаем сумму плоских углов. Как посчитать, если в этих случаях у нас было очень легко, а здесь немножко может возникнуть сложность. Ну, давайте сейчас мы с вами посчитаем, чему равен угол пятиугольника. Итак, вспомним формулу. 180 умноженное на n минус 2 – это у нас сумма углов пятиугольника. Но так как их у нас 5, мы делим на 5. Итак, у нас пятиугольник. Вместо n подставляем 5. В итоге получается 180 умноженное на 3, деленное на 5. Сокращаем. 180 и 5 у нас получается 36. 36 на 3 – 108 градусов. У нас один угол. Но у нас сходятся три угла. Поэтому 108 умножаем на 3, получается 324 градуса. Меньше чем 360 градусов. Дедекаэдр имеет 12 грани, 20 вершин и 30 ребер. Проверяем. 12 плюс 20 – 32. Отнимаем 30, получается 2. Первым свойства правильных многогранников описал древнегреческий ученый Платон. Именно поэтому правильные многогранники называют также телами Платона или платоновые тела. Платон считал, что мир строится из четырех стихий – огня, земли, воздуха и воды. А атомы этих стихий имеют форму четырех правильных многогранников. Тетраэдр олицетворял огонь, поскольку его вершина устремлена вверх, как у разгоревшегося пламени. И косаэдр, как самый обтекаемый – воду. Куб – самая устойчивая из фигур – землю. А октаэдр – воздух. Пятый многогранник Дедекаэдр символизировал весь мир и почитался главнейшим. Большой интерес к формам правильных многогранников проявляли скульпторы, архитекторы, художники. Их поражало совершенство, гармония многогранников. Леонардо да Винчи увлекался теорией многогранников и часто изображал их на своих полотнах. Сальвадор Дали на картине «Тайнее вечера» изобразил Христа со своими учениками на фоне огромного прозрачного Дедекаэдра. И хочется отметить полуправильные многогранники, которые описал Архимед. Эти многогранники, которые получаются из платоновых тел в результате их усечения. Выполняя простейшие сечения, мы можем получить необычные многогранники. Усеченный тетраэдр получится, если у тетраэдра срезать его 4 вершины. Усеченный куб получится, если у куба срезать все его 8 вершин. Срезая вершины, получим новые грани треугольники, а из грани куба получатся грани восьмиугольники. Можно срезать вершины иначе. Получим куба октаэдр. У куба октаэдра можно снова срезать все его вершины. Получим усеченный куба октаэдр. Срежем у октаэдра все его 8 вершин. Срезая вершины, получим новые грани, квадраты. А из грани октаэдра получатся грани шестиугольники. Можно срезать вершины иначе и получим новый полуправильный многогранник. Срезая вершины и косаэдра, получим новые грани пятиугольники, а грани и косаэдра превратятся в шестиугольники. Футбольный мяч имеет форму усеченного и косаэдра. Срезая вершины иначе, получим другой многогранник, грани которого пятиугольники и треугольники. С додекаэдром работы больше. Надо срезать 20 вершин. Грани усеченного додекаэдра, треугольники и десятиугольники. Итак, я бы хотела вам задать творческое домашнее задание. Изготовить модель любого правильного многогранника и принести в школу. Я думаю, учителя математики очень обрадуются. А теперь мы перейдем к решению задач по теме многогранники. Итак, первую задачку мы решим, используя один из правильных многогранников. Первая задачка у нас дано. А, В, С, Д, А1, В1, С1, Д1, куб. Это один из правильных многогранников. А, В, С1, Д1. Сечение. Построим это сечение. Значит, А, В у нас уже есть. С, С1, Д1. Значит, я должна соединить В, С1. Я имею право это сделать, потому что две точки принадлежат одной плоскости. Точно так я имею право соединить А и Д1. Они также лежат на одной плоскости. Так, заштрихуем, чтобы было видно сечение. И мы видим, что сечение это прямоугольник. Так, площадь сечения Д1 равно 64 корень из двух квадратных сантиметров. Найти. А, В, А, В. То есть это ребро куба. И А, С1. А, С1 это диагональ куба. Решение. Итак, рассмотрим, что такое А, В. Это у нас сторона прямоугольника А, Д1, С1, В. Площадь нам известна. Мы знаем, что площадь прямоугольника. Это произведение смежных сторон. А, В умножить на В, С1. Известна площадь? А, В надо найти. В, С1 неизвестно. Значит, мы постараемся сейчас с вами найти В, С1. В, С1 является, посмотрите внимательно, гипотенузой прямоугольного треугольника В, С, С1. Значит, записываем. Первое. Из треугольника В, С, С1 по теореме Пифагора В, С1 равно. Ну, стороны мы не знаем, поэтому мы обозначим за Х. Раз одинаковые ребра у нас, равно. Х квадрат плюс Х квадрат под корнем. Равно. Значит, у нас получается 2Х квадрат. Х извлекаем. Корень из 2 остается под корнем. Итак, сантиметра. Это мы нашли с нами. В, С1. И теперь мы можем подставить формулу площади. Значит, площадь известная, я поменяю ее в правую сторону, напишу. А, В мы должны найти. Итак, А, В тоже у нас Х, потому что куб и у куба все ребра равны. Подставляем формулу площади. А, В, Х. В, С1 мы сейчас нашли. Умножаем на Х. Корень из 2. И это равно площади. Площадь у нас известна. 64 корень из 2. Так, считаем. Х квадрат корень из 2 равно 64 корень из 2. Корень из 2, корень из 2. Делим обе части. Остается Х квадрат равно 64. Отсюда Х равно 8. Итак, мы нашли А, В, ответив на первый вопрос задачи. Так, пояснение напишем. 8 сантиметров А, В. Переходим ко второму неизвестному. А, С1. Это у нас диагональ кубом. Значит, ну здесь несколько путей решения, поэтому, как вам хочется, вы находите любым способом. А мы с вами можем найти как раз-таки из треугольника А, В, С1. Прям вот просится. Итак, второе. Из треугольника А, В, С1. А вы видите, что он тоже у нас прямоугольный получился. Значит, известно у нас А, В. Известно В, С1. Опять же, по теореме Пифагора. Итак, по теореме Пифагора А, С1 равно квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Х у нас 8 в квадрате плюс В, С1. В, С1 у нас с вами была Х, корень из 2. Ну, вместо Х8 подставили, это 8 корней из 2. В квадрате и под корнем. Считаем. 8 в квадрате 64 плюс 8 в квадрате 64 умноженное на 2. Корень из 2 в квадрате 2. Получается, что у нас с вами 64 используется 3 раза. 64 извлекается, корень из 3 остается сантиметра. Это мы с вами нашли диагональ куба А, С1. Итак, мы ответили на второй вопрос задачи. И записываем ответ. 8. И 8 корней из 3 сантиметров. Итак, это первая задача. Так, а теперь перейдем ко второй задаче. И у нас дана правильная треугольная пирамида. Обратите внимание, что это уже не один из правильных многогранников. Это правильная треугольная пирамида. Записываем дану. А, В, С, С. Правильная треугольная пирамида. А, В равно В, С, равно А, С. В основании правильный треугольник. А, В равно В, С, равно А, С и равно 1. С, О – высота. Которая равна корню из трех. Найти объем. Давайте вспомним формулу объема. Как найти объем пирамиды? Так, решение. Одна третья. Площадь основания на высоту. Итак, у нас в основании с вами треугольник с равными сторонами. Конечно, площадь найти можно разными формулами. Но мы сейчас применим самую простенькую формулу. А квадрат корень из трех деленное на 4. Подставляем. У нас есть беденечка. Значит, С равно корень из трех четвертых. Все. Остальное у нас все известно. Просто находим объем. Подставляем в общую формулу. Одна треть умножить на корень из трех деленное на 4 и умножить на высоту. Корень из трех на корень из трех. Три. Три и три сокращаем. Остается одна четвертая. Приучаемся переводить в десятичную дробь. Ноль целых двадцать пять сотых. Записываем ответ. Ноль целых двадцать пять сотых. Итак, сегодня мы с вами поговорили о правильных многогранниках. Решили задачи на тему многогранники. Спасибо большое вам за внимание. Успехов в учебе. И здоровья. До свидания.